Ну а я с нетерпением жду того момента, когда смогу насладиться своим пятничным триумфом, ведь я выиграл пари. У нас был традиционный опрос зрителей, мы интересовались, нравятся ли вам нынешние морозы. Знаешь, было удивительно, но 65% позвонивших в студию сказали, что им действительно нравится. И вы правы, друзья, потому что морозы — это прекрасно, ведь вы чаще ходите пешком, потому что машина не заводится. Ваши друзья попадают в дурацкие ситуации, потому что норовят лизнуть качельку в минус 20. Ну и вообще, на морозе кожа лучше сохраняется, морщин будет меньше. А вот это, кстати, полная ерунда. Дорогие друзья, я настолько была разгневана в пятницу, что я проиграла пари, потому что я была уверена, что никто не рад таким лютым морозам. Я три дня проводила социологическое исследование, спрашивала у всех знакомых, никто не сказал, что он рад морозам, но тем не менее я проиграла. Пингвины стройными рядами бегут моржам наперевес, вот что можно сказать, потому что по условиям пари проигравший должен был обтереться на морозе снегом. Да, и я думала, что же мне такого придумать? Может быть, не ходить на работу, сказаться больной, может, просто уволиться? Но нет, мне все равно пришлось, ну, так сказать, этот вызов принять. И хорошо, что у меня самый замечательный на свете коллектив меня поддержала. Вся редакция этого вечера. Спасибо вам большое, ребята. Давайте посмотрим, как это было. Я в пятницу проиграла пари Андрею Титову, и мне придется на улице сделать зарядку в майке и растираться снегом. Ну, в общем, как в фильме «Джентльмены удачи», но знаете, какой есть плюс в моей работе? Я работаю в самом лучшем коллективе в этой стране. И редакция твоего вечера решила поддержать меня, не бросать в одиночество. Ребята, вы здесь! В общем, я прощаюсь со своей розовой шубой, передаю большой привет Андрею Титову, ты настоящий слабак, все со мной, кроме тебя. Подержи. Все вместе. А тебя все! А-а-а! Ты договариваешься!